Всем привет, друзья! Меня зовут Олег Никитин, вы на канале NoLamitson. Сегодня у меня в гостях Евгений Шаман. Жень, расскажи, пожалуйста, кто ты и чем мы сегодня будем здесь заниматься, что обсуждать? В первую очередь спасибо, что пригласил. Очень приятно поколлаборировать, пообщаться. Всем привет! Меня зовут Евгений Шаман, я оператор-постановщик подводных сцен. Клипы, реклама, сериалы, короткий полный метр, разные подводные проекты, кинопродакшн. Снято десятки разных проектов в коллаборации с Мариной Казанковой. Это очень выдающаяся, яркая, талантливая, харизматичная актриса, чемпионка мира по фридайвингу. И с ней мы наснимали разных клёвых проектов, коммерческих, творческих. И какие-то из этих наших клипов участвовали в зарубежных кинофестивалях, какие-то даже на них побеждали. Ну, как-то так. Ну, в общем, сегодня обсуждаем нюансы и тонкости съёмки под водой. И для начала предлагаю вам ознакомиться с шоурилом, который Женя для нас собрал. Там будет один кадр, который мне придётся заблюрить. Один или два, да? Два. Два. Отлично. И потом мы его обсудим, и дальше пойдём разбирать работы и обсуждать детали. Погнали! Поехали! Поехали! Давай, знаешь, как пойдем? Давай даже не будем, наверное, сейчас обсуждать шоурилу, друзья, вы все видели, сам шоурилу, кайфовые кадры и несколько просто вообще завораживающих, мне особенно с возрастным мужчиной бородатым понравился кадр. Меня в первую очередь интересует, что конкретно ты делаешь, чтобы получить по свету такую классную картинку, потому что я уверен, что ты практически всегда снимаешь не на натуре, это же искусственный свет в большинстве случаев, или, естественно, много? Кстати, да, первая, наверное, генеральная проблема, как ты понимаешь, что крутой наземный сухопутный свет с высоким серой, которого на рынке света очень много, его запихнуть под воду, ну это Unreal. Для этого должны быть какие-то водонепроницаемые боксы, куда нужно запихнуть еще генератор или питание, и такой свет запихнуть практически Unreal, хотя есть такие боксы у некоторых продакшенов. Вот поэтому здесь используется освещение в первую очередь натуральное, если мы говорим про open water, то есть съемку в открытой воде. Если это съемка в бассейнных студиях, то с этим, конечно, проще, потому что там на балках вешается на маунты любой свет, тот самый сухопутный, про который мы говорили, и он даёт… То есть через весь бассейн прямо идёт балка? Да. И сверху? Да, да, то есть есть бассейны, в которых специально наварены такие балки для того, чтобы размещать освещение, а таких бассейнов именно в RF очень мало. В основном такие приспособления, маунты есть в зарубежных кинопродакшенах, потому что у них и бассейны есть специально для кино, рекламных и прочих съемок. Давай сразу разотронули тему зарубежных съемок. Я знаю, что ты достаточно много снимал за рубежом. В основном. Да, в основном снимал за рубежом. Расскажи, пожалуйста, два момента. Первое. Насколько сложно вообще россиянину попасть за рубеж и снимать нечто подобное? И второе. В чём кардинальные преимущества съёмки там, где ты снимал за границей, в отличие от того, что здесь можно сделать? Значит, как я уже все повторюсь немножко, что продакшены там, они более подготовленные в данном случае. Давай так, там это где? Европа. Ага. Окей. Европа, Штаты и… Дубай. Дубай, конечно же, да. То есть, Дубай вообще, если говорить про возможности, про технику, у них всё самое передовое по наполнению. Я могу сказать, что местами там не суперспециалисты, имея самую лучшую передовую технику, но лучшая техника для использования. Лучший свет и лучшие камеры. Вот. И что нужно для того, чтобы попасть туда? Ну, скажем так, нужно, конечно, иметь шаурилы, какие-то готовые продукты для того, чтобы показать, а вот он я, вот я так умею, возьмите меня. Ну, и плюс, конечно, наводить связи, чтобы какие-то проекты тебя показали, привели, вот потому что, например, как у меня были проекты в Дубае, когда ивент-агентства какие-то, у них был запрос, нужен подводный оператор. Там есть тоже свои подводные операторы, но они смотрят их шаурилы, смотрят мой шаурил и зовут меня, что приятно. Это подводник номер один. Ну, если бы, да, если бы подводников по миру, всё равно это людей по пальцам, подводных операторов, это десятки людей, ну, там, под сотню, и большинство из них, они известны в Инстаграмах и в Ютьюбах, то есть, это достаточно такой узкий круг людей. Круто. А что касается технической подготовленности, оснащённости, вот давай возьмём самый крутой локейшн, да, продакшн, на котором ты был, подготовленный, может быть, бассейн, или даже, может, какой-то комплекс, я вот уверен, что это Дубай будет почему-то. Отчасти, да, это Дубай и Y-40 в Италии, это 40-метровый бассейн в Италии, в Дубае 60 метров открылись, самый глубокий на сейчас. То есть, до этого было... Это в глубину всё. В глубину всё, да, это развлечение для фридайверов и для дайверов, для того, чтобы можно было не только приехать поразвлечься, например, в Дубае глубинный бассейн, вот одно из видео, которое мы тебе закинули как раз про этот бассейн. И там несколькоэтажный подводный город, то есть, там такие вывески, витрины, окна и гигантское дерево корнями уходит на несколько этажей вниз. Всё это сделано для развлечения людей, которые занимаются нырялкой там либо на задержке, либо на баллонах. У них с оснащением, конечно же, как я говорил, всё самое передовое, главное только договориться, чтобы его привезли, потому что может быть так, что что-то могут не привезти. Слушай, ну мы вот с тобой обсуждали, ты мне рассказывал за кадром, что в Дубае у тебя была съёмка, с которой было очень проблематично по свету. То есть, там... Там возникла серьёзная накладка, как бы да тут без имён для того, чтобы никого не обижать. Я приехал за несколько дней с Мариной Казанковой до открытия официального этого бассейна, и мы должны были снимать тизер этого бассейна. Я был вторым оператором, как бы не старшим. Мы сами понимаем, что без света не может быть ни фотографий, ни кино, ничего. Вот, и бассейн мега крутой, когда я стал готовить камеру, в общем, настроился какие-то базовые настройки, понимая, что свет будет хороший, а выяснилось просто в процессе, что... Его нет. Света нет, да, там несколько лайтюбов, которые можно погружать под воду, это вообще такое дополнительное декоративное освещение. Я подумал, а где же прожектора Ари, где же там то, это, и просто выкручивались ситуации. Я полез, открыл Аква-бокс, стал перенастраивать камеру, потому что понимал, что либо будет брак уже, я понимал, что по контенту, по футажам, либо сейчас нужно просто повышать ISO, приоткрывать дырочку, там с чем-то, какие-то детали я потеряю. Но ситуация была спасена, в итоге отснял клевый тизер, опять же, чему очень доволен. Мы его посмотрим. Да, конечно. Отлично, мы потом будем пачкой, наверное, смотреть видосы и комментировать. То есть, не всегда всё идеально, если я правильно понимаю. Конечно, ещё нюанс в том, что связано с open water, свет динамический. То есть, если на суше облака, это софтбоксы, мы все рады, если они постоянно, то это вообще бомба, это супер. То под водой, если прямое солнце, то я получаю отличный свет. Если вышли облака... Ни рыба, ни мясо. Да, ни рыба, ни мясо. А нюанс в том, что вода по плотности в 800 раз плотнее воздуха. Это жидкий, плотный мист-фильтр. Иными словами, каждые 10 метров мы теряем цвет и его оттенки. Можете себе представить? То есть, первый 10 метров красный, оранжевый, вторые 10 метров желтый, третий 10 метров зелёный, к 30 метрам у нас остаётся только синий. И здесь получается, что, конечно, большинство продакшена, даже open water или бассейне, снимается на глубине 5-10 метров, потому что очень важны ещё скиллы заныривающего актёра. Они все могут нырнуть до 20-30, чтобы посниматься. Это действительно очень крутой уровень. Если нырнул на 20, сколько ты там, 10 секунд проведёшь и обратно? Ну, актёра нужно готовить. Опять же, сейчас немножко расскажу про освещение. И поэтому, если мы имеем только естественное освещение солнечное, то с потерей цвета и света надо понимать, что это уже сложная съёмка. И чем глубже у нас происходит съёмка, тем оператору тяжелее. Потому что это разные настройки камеры. Плюс, если мы динамически двигаемся чуть по разной глубине, у нас экспозиция всё время динамическая. Это засада, потому что это нужно поменять. А время для актёра и для оператора там ограничено. А ты можешь в Аквабоксе оперативно? Да, конечно. Аквабокс имеет практически все те же кнопки внешние, что имеет камера, и всем могу управлять. Просто есть нюанс. Нюанс в том, что есть технический аспект, такой техническо-физический аспект операторской работы, актёрской тоже. Мы можем снимать, нырять. Это касается и актёра, и оператора. На скубе с баллонами. И тогда ты можешь спокойно, не спеша оперировать камерой. А если я снимаю на freediving mode, на задержке дыхания, то мне нужно занырнуть, проверить экспозицию на нужной глубине, где будет происходить съёмка, перенастроить её, если нужно, вернуться обратно, подышать. Дальше мы с актёром заныриваем, снимаем что-то. И у меня время в процессе съёмки или после... Нет, у меня есть время вернуться обратно, чтобы подышать и быть готовым к следующему кадру. Так, сразу про подышать не надо, задать этот вопрос. Сколько ты под водой можешь продержаться на одной задержке? Да, давай сразу тоже... То есть, всё разделяется на такие подпункты. Есть задержка в статике, это когда мы тренируемся, мы просто лёжем на кровати либо в бассейне, закрываем глазки, задерживаем дыхание, предварительно хорошо подышав. Такая подготовительная тема. Это одно время. А в динамике это то, когда у меня открыты глаза, я не деконцентрирован, я сфокусирован на кадре, на актёре, который в кадре. Это не так просто. То есть, потому что мне нужна экономия кислорода и в то же время сохранять нейтральную плавучесть относительно персонажа. И ещё, в общем-то, в зависимости от того, что я снимаю, то есть, кадр более статичный или он динамичный, то есть, я должен тоже как-то лихо двигаться для того, чтобы это было красиво. Тебе же ещё надо, получается, потратить время, чтобы занырнуть на глубину. И потом ещё всплыть. То есть, это в два раза меньше получается. Скажем так, в среднем нарок съёмочный занимает где-то полторы минуты. Это минимум. То есть, у нас 30 секунд уходит это опуститься, подняться, сделать это неспешно, аккуратно экономия кислорода, и где-то в районе минуты на кадр, который потом либо будет целиковым кадром в минуту, в зависимости от того, как получилось, что получилось и что снимали, либо будет нарезан на какие-то дополнительные субкадры, которые пойдут на перебивку или ещё как-то. Опять же, в зависимости от раскадровки. То есть, у нас если по раскадровке идёт, что кадр длинный, там, в минуту, значит, нужно снимать минуту. Это заранее проговаривается, это заранее готовится на суше, обсуждается, происходит репетиция. То есть, я в руки практически ничего не беру, я могу взять в руки дыню, это моя камера, условно. А передо мной... Она же всплывает. Она же всплывает. Вот поэтому та же камера, мы каждый раз перескакиваем с темы на тему, но окей, камера должна иметь всё-таки некую нейтральную плавучесть, потому что если она будет слишком плавучей, её будет выбивать в аквабоксе, там же внутри чуть-чуть воздуха, это раз проблема, два, если она очень тяжёлая, то она пойдёт вниз. Поэтому более-менее аквабокс сам с воздухом внутри, он имеет некую нейтральную плавучесть на разной глубине, но мы можем его подзагрузить дополнительными грузами. Вот, как правило, он чуть плюсовой плавучести, потому что он будет всё время минусовой, то это будет вообще тяжеляк. Поэтому лучше он будет всё время чуть-чуть выбиваться наверх, и мы его подзагрузим, чем он будет перегружен, и это нужно держать на руках, на мышцах, экономии кислород, главное держать картинку, это ещё то веселье. Прикольно. Так, друзья, я уверен, что вам просто крайне интересно и необходимо знать, какие же настройки камеры используются, на какую камеру, Жень, ты снимаешь, что там вообще в принципе по нюансам, то есть на открытой диафрагме вообще надо, не надо снимать, что по ISO, какие нюансы с переотражениями в воде, блики, не блики, вот это всё. Давай рассказывай всё, что нам надо знать про это. Всё, всё, что надо знать. Значит, как я уже говорил, есть технические нюансы, нюансы связанные с тем, заранее мы должны понимать, если мы видим себя в подводной съёмке или что-то ещё, камеру, которую мы выбираем под неё, конкретно продаётся свой аквабокс со своими кнопками внешними. Поэтому надо думать очень заранее, какую оптику мы будем использовать, какую камеру мы будем использовать, потому что мы будем покупать аквабокс, его потом продавать, но не так просто. Это не оптика распространённая, популярная, которую выставил на Авито или куда-то ещё, и она тут же улетела. Здесь заранее нужно думать, какое снаряжение я буду использовать и для какого продакшен я буду использовать. Потому что есть ряд случаев, когда камеру аквабокс можно взять в аренду. Опять же, повторюсь, за рубежом, в той же Европе, с этим легче, с аквабоксами для тех же Redd или ARI. У нас, я помню, как-то была съёмка подводная сериала «Волшебный участок» здесь. Я там не был оператором, я был там супервайзером актёра по подводным съёмкам. Я готовил актёров по подводным съёмкам. И туда приехал оператор с аквабоксом наутикам, который стоит десятки тысяч долларов. Дороже, чем сама камера с ней со всей оптикой взятой. Если не ошибаюсь, там у них был Redd и такая монстройная штуковина, монстройный аквабокс. Ладно, окей. Возвращаемся к тому, на что я и про настройки. Изначально я начинал на альфу 6500 когда-то снимать. Да, она очень капризная с точки зрения, она очень любит свет. Понимал, что и Кроп, и Матрица всё-таки старого поколения. На сейчас снимал я в S-Log 2. Старался снимать на минимальнейших ISO. То есть, соответственно, это Open Water и Aqua Studio, где есть хорошее освещение. Сейчас я перешёл, сейчас как бы года два уже, как на Sony 7 Mark IV. Почему объясню? Потому как я гибридный шутер, выражусь так, я снимаю заказы и проекты, и фото, и видео. И сам, помимо ещё, как бы увлекаюсь давно фотографией, и у меня стоял выбор. Я мог купить FX3, на тот момент FX30 не было, возможно, я взял бы её, FX3, либо семёрку-четвёртую. Я понимал, что если мне нужен комбайн, который умеет делать и то, и то, я выбрал именно эту камеру. Да, к сожалению, там есть один нюанс, который этот Кроп, Кроп 60 кадров, нужно понимать, чем жертвовать. И понятно, что Sony пошли на это для того, чтобы разделить рынок. Иначе, я думаю, что семёрка S3 пострадала бы очень сильно, если бы семёрка четвёртая снимала бы 60 без Кропа. Съёмка в S-Log 3, соответственно, света много, ISO нативная 800, света мало 3200. Если я понимаю, что освещение будет динамическое согласно глубине, то есть, наверху хорошо, то есть, можно поставить ISO динамическое, то есть, от 800 до 3200, то есть, я буду снимать в этом диапазоне. Если совсем темно, то, наверное, в любом случае я выше 3200 уходить не буду, потому что материал уже будет не очень качественный. Поэтому я всё-таки стараюсь работать в тех условиях, где контент будет достойный, иначе смысл снимать, если там темно. То есть, можно выставить там 60 тысяч, получить зерно, не зерно, шум, с грецкий орех, и потом использовать динозеры всяческие, и мы получим мегамыло. Это то, что касается, значит, если происходит съёмка на какой-то определённой глубине, там всё просто. Там ISO будет, скорее всего, нативное одно. Если динамика, то, как повторюсь, будет использоваться динамическое ISO. Ну, самое-то интересное про оптику, давай. Мне кажется, самое интересное. Про оптику, соответственно, про оптику. Когда я начинал снимать на 6500, наверное, была на тот момент лучшая линза, тогда не было билдерокса-13, была Sigma 16 мм, очень резкая, хорошая, шустрая линза. В основном я снимал всё на неё. Почему? Почему под водой в основном ширики? Ну, в основном. Как я уже говорил, потеря света и цвета, и мне удобнее кропнуть кадр потом, чем потерять детализацию, потерять цвет и цвет. Соответственно, я должен ближе находиться к снимаемому персонажу широкоугольник. Во-вторых, то, что касается подводных съёмок, в первую очередь, самые крутые кадры это очень широкие, широкие кадры, общие кадры и какие-нибудь медиумы. Потому что всё очень ближнее, это уже больше к какому-то кино-кино, если нужна какая-то совсем крупность. Поэтому там можно и 35, и 50, но это смена оптики. Либо можно использовать зум, но не все аквабоксы бюджетные имеют внутри кольцо для зуммирования. То есть мы просто не сможем приблизить наш объектив на 35, на 50 мм. Либо power zoom нужен, да? Да, либо power zoom, к примеру. И опять же, для power zoom, если не ошибаюсь, у нас же там оперирование с кнопки на объективе или нет? Ну, кнопка включения вот на FX30, на ZE1, на которой сейчас снимаем, там просто качелька такая. Она на тушке, либо на... Нет, она на тушке, но можно, по-моему, сделать, переназначить, чтобы кнопками. Ну вот на тушке это круто, потому что производителям аквабокса легче сделать кнопку к тушке power zoom, чем к объективу подводить отдельную кнопку. Я это понятно. Да, да, да. Вот. Сейчас, когда я перешел уже на 7-ку-четвертую, изначально у меня был вилтер 24 мм, и за свои деньги очень крутой объектив, достаточно мягкая плёвая букешка, он лёгкий по весу, маленький, что очень удобно и для перевозки, и для всего остального. Но тут возникли нюансы, то есть он выполняет полностью свою функцию, как бы то, что мне нужно для шеврогольника, но всё-таки далековато чуть-чуть, как опять возвращаемся к потере света и цвета, и я сейчас его поменял на 16 мм, тот же вилтерекс, который вышел, новенький, потому что он резче, шустрее, ценник в два раза выше, но реально объектив крутецкий, и на кропе в 60 кадрах я получаю те же самые 24. Если мне нужна какую-то некую крупность, я могу включить режимчик кропа, и у меня будет в принципе возможность снимать и на 16, на 24, в этом такой читинг на камерах, имеющих кроп на 50 кадрах. Слушай, а по диафрагме это что у нас? То есть на открытых, на закрытых? Значит, общие планы и широкие планы в основном это 2.8-4, потому что нам все-таки нужно, чтобы персонаж был в резкости и задник не слишком отрывать, потому что задник зачастую тоже может играть роль. Соответственно, если это снимается не в Open Water, а в студии, где цель сфокусироваться и там замазать задничек, который скорее всего будет разыгранным, искусственным, то здесь, конечно, можно опускаться ниже 2.8. Соответственно, если это средняя крупность, какой-то крупный план, там можно снимать спокойно на 1.8, ее вообще отрывать, и какие-то подводные элементы декоративные либо бульки от выдыхаемого воздуха дайверов, они наоборот будут разблёриваться, будет симпатично все это смотреться. А автофокус или ручной фокус? Да, с этим только автофокус, судя по всему. Да, ну в основном, да, то есть если мы снимаем статический кадр, где субъект особо не передвигается, но могут возникнуть какие-то дополнительные элементы, актёры, предметы перед объективом, то здесь можно, конечно, уйти в мануал, проставить как бы фокус, и всё без проблем. Если это один персонаж, никаких предметов у нас не возникает между мной и субъектом, то, конечно, автофокус, и учитывая, что крайние камки Sony снимают суперкруто, очень светкий автофокус, особенно по глазам, чаще всего, если мы снимаем одного персонажа в кадре, а чаще по доте снимается один персонаж, это автофокус по глазам, и всё, вопрос решён. А вода не сильно ухудшает работу автофокуса? Вообще не ухудшает. Интересно. Я не знал. Представь себе, что ты на свой объектив навинтил какой-нибудь мист-фильтр 1 и 2, там 2-3 штуки, к примеру, я уверен, что автофокус скорее всего справится. Вот это плюс-минус так же. То есть вода из-за своей плотности в зависимости от дистанции от персонажа, опять же повторюсь, это некий такой мист-фильтр. Вот и всё. Я хочу сохранить детализацию свет, поэтому стараюсь находиться ближе. Понятно. А насколько тебе комфортно вообще в принципе работать с актёрами, и насколько много репетиций до того, как вы погружаетесь, нужно, чтобы у вас синхронизированы были движения? Потому что зачастую актёры же непрофессиональные. Клёвый вопрос. Клёвый, очень уместный вопрос. То, что касается работы с опытными людьми, которые давно в индустрии, например, опять же повторюсь, у нас много проектов снято с Мариной Казанковой, актрисой и подводной, и сухопутной. Вот. Сухопутной, припыль так выражался. Сухопутной, подводной. Вот. И она highly professional, и очень быстро находится язык. То есть, что мы снимаем, как мы снимаем, одна-две репетиции, и всё, и уже съёмка. Вот. То, что касается актёров, предположим, там, продакшн говорит, вот есть актёр, его нужно подготовить к съёмке, он там плавает в бассейне раз в месяц, а может вообще и не плавает, то есть, к воде летом на даче может быть. Нужно его подготовить. Это уже такой супервайзинг актёра, не имеет отношения к операторству, но это подготовка человека. Это как раз психо, не психо, а физико-психологический аспект съёмки. Вот. Его нужно за два дня в бассейне, арендовав через продакшн бассейн, подготовить, научить дышать, научить хорошо набирать воздух, научить деконцентрироваться, расслабляться, заныривать, продуваться, потому что съёмка на 5-6 метрах, продувка каждый метр полтора, ушки, как в самолёте, всё то же самое. Вот. И зачастую актёры же не снимаются в маске, как мне удобно оператору там или фридайверу-дайверу плавать в маске, суперудобно, класс. Актёр снимается без маски. Это, скажу, ещё то приключение, потому что, ладно, там расфокус, вода хлорированная или какая-то там с реагентами в бассейне, она может попадать в нос, а морская вода солёная, она тоже попадает в нос, это ещё круче, это не очень приятно. Глаза ещё хуже, если это... Глаза нет. Кстати, занятно, что в морской воде средней солёности глаза очень спокойно реагируют, более я сам просто плавал без маски в открытой солёной воде в той же Италии. То есть, в Средиземном море оно же, блин, очень солёное. Нет, нормально. Даже в бассейне хуже, потому что реагенты какие-то, хлорка, и там влияние на слизистую, оно может быть более неприятное. Вот. И такого человека нужно подготовить. То есть, актёр, конечно, стремится отыграть роль, стремится быть подготовленным, но актёры разные, они могут быть капризными, нужно договариваться, нужно каждому найти подход, ключик. Вот. Так готовится человек. А прямо под водой у вас есть какие-то обозначения, взаимодействия, или вот вы просто типа отрепетировали, и всё, и погнали? Есть. Значит, продакшн, который себе может позволить, заранее подготовлено, он ставит в бассейне на бортик подводный динамик, и заранее оговариваются команды, когда там заныриваем, чтобы человек не оказался раньше в кадре, чем положено. Его прям нормально слышно? И там очень хорошо слышно. Конечно, вода очень крутой передатчик звуков, как ориентируются многие подводные создания, те же там подлодки, если говорить. прям словами слышно? Да, конечно, всё слышно. Музыку, если снимается клип, на который потом накладывается, соответственно, музыка, то актёр, танцор, который двигается, он же должен слышать музыку, потому что он под неё двигается. Через динамик всё хорошо слышно. Но он стоит под водой. Да. Специально. Это если позволяет продакшн. Если не позволяет, то здесь начинаются фокусы. Я нахожусь, например, на поверхности, это я рассказываю сейчас про супервайзинг, не когда я снимал, а когда я супервайзил актёра. Я нахожусь на поверхности, актёр заныривает, я его визирую, смотрю, что он в безопасности, с ним всё хорошо. Потом я его встречаю сразу же после всплытия, убеждаюсь, что с ним всё окей. И дальше показываю ещё одному человеку на бортике бассейна, передать оператору, который может находиться в другой части, у него там наушник или что-то ещё. Показываю знаками, что там мы сняли, не сняли, продолжаем, не продолжаем, сколько у нас время, то есть всё на знаках. Потому что иногда такой гогот в продакшене, что просто не слышно, поэтому всё заранее проговариваем, как мы, каким будем друг другу сигналы показывать. Я так понимаю, что есть два вида. Есть фридайв, поправь меня, с терминологией. Фридайв, фридайвинг. Это когда на задержке дыхания. Да, совершенно верно. А есть с баллонами? Да. Ты больше, ну типа с баллонами вообще работаешь? Я работаю и с баллонами, и на фридайве, чаще и больше на фридайве. Сейчас объясню вкратце и почему. Обе техники, применимые в кинопродакшене подводном, в основном, конечно, это баллоны, потому что это легче всего и для актёра, и для тем более оператора, или для всех. Для всех. Но есть нюансы. Если это съёмка, сейчас говорим про скубу, если это съёмка в open water, в открытой воде, вообще плавать дайверу с набранным, не дайверу даже, а актёру с набранной кислородной смесью на задержке, то есть мы подышали с баллона, набрали и там покривлялись, отыграли роль, приплыл с сейфти, дал загубник, чтобы ещё подышать. Любая смена высоты, разное порционное давление, это не очень здорово вообще внутри для сосудов, потому что воздух расширяется с поднятием по вертикали. Очень важный момент, что все съёмки происходят на одной горизонтали, на одной глубине. И вот это вот подышал, набрал, осталось, ну, такое, для актёра, для актёра. Кейссонная, это сюда или нет? Нет, в данном случае, это как бы сюда, но это про более опасные ситуации, когда мы долго пробыли на какой-то глубине, поднимаемся без декомпрессионных остановок, это немножко другая история. То есть, для здоровья более, скажем так, правильный вариант это фридайвинг. Да. Для обоих участников, для операторов? Ну, как сказать, в данном случае, в первую очередь, для актёра. В первую очередь, для актёра, потому что, если дайвер, оператор, я в том же на баллонах снимаю, я дышу постоянно, размеренно, как бы я не пренебрегаю тем, что я подышал, вытащил загубник, остался с набранными лёгкими кислородом, ещё меняю высоту. Вот, то есть, меняется давление, это не норм. Вот, то, что касается актёра, ну, ещё тоже более-менее нормально, но надо понимать, что далеко не все подводные актёры могут сниматься, занырнув, отыграв, поднявшись, подышав, и так там может быть десятки дублей, десятки кадров. Это топы. Опять же, повторюсь, как Марина. Марина, Марина, привет. Да, Марина, привет. Вот, это топы. Если брать обычного актёра, то есть, это 10-15 секунд кадр, и он уже пойдёт наверх, с сейфти, если это на фридайвинг-мод. Если на скубе он подышал, отдал загубник, с сейфти, с баллоном уплыл в сторону, человек отыграл, сейфти подплыл, дал ему загубник, он подышал и так далее. Удобно, да, но, опять же, повторюсь, такой вот момент про здоровье, ну, такое. Вот, почему мне нравится больше снимать на фридайвинге? Первый момент, как бы физиологический и про здоровье я уже описал. Второй момент, на скубе невозможно, предположим, падать рядом с актёром вниз, на плавной скорости, крутиться по спирали и красиво двигаться с камерой. У нас тяжёлый вес баллонов, у нас груза, я не смогу изящно устраивать всяческие пируэты. На скубе это статические кадры, это условно зуммирование, я плыву на персонажа вперёд, я могу чуть-чуть отплывать назад, это движение вправо-влево. Ты в ластах? Конечно. Представляешь, представляешь, ладно, там на скубе, но если во фридайвинге я буду погружаться и снимать на 15-метровой глубине без ласт, я упарюсь, наверное, уже за первый-второй кадр, потому что мне нужно, я как бы умею плавать брасом фридайверским, само собой, и мне нужно будет возвращаться с камерой, которая имеет сопротивление в аквабоксе, в паде, это как, ну, как самая дынька, вот мне нужно ещё вернуться наверх, то конечно, конечно, только ласт. А вот актёру, нет, какие ласты? Ну, понятно. То есть, его нужно доставить вниз, он отыграл, ему нужно вернуться наверх, поэтому, как бы, наверное, третий важный персонаж это помощник из сейфти, заниматься только актёром, вот помогать. Чтобы тот ласты не склеил. Да, да, именно, да. Понятно. Слушай, ну, интересно, давай, может, какой-нибудь роличек ещё посмотрим, поздравляем? Давай, конечно. Потому что, ну, хочется предметно, предметно, мы с тобой, я, наверное, какие-то кадры буду вставлять ещё между делом. Давай начнём, наверное, с, так, весь экран сейчас запишем, чтобы нам было так проще. Начнём с фоточки, хочу бэкстейдж показать. Давай, рассказывай, вот зачем у тебя здесь GoPro, это чисто для себя? Это скорее больше для себя, но могу сказать, что у меня есть проекты, которые в отсутствие той же Соньки на момент, я снимал на GoPro, и при хорошем свете она даёт более-менее достойный результат. И, в принципе, если аккуратно поработать и с ISO, для того, чтобы не было шумов, потому что шумы – это вообще зверская проблема мелких камер. Есть короткие музыкальные клипы, которые были сняты на GoPro, и которые были победителями на зарубежных кинофестивалях маленькой и средней величины. Я к тому, что дело не в том, на что мы снимаем, а дело, что мы снимаем и при каком свете. И какие лапки держат камеру, да? Ну, это само собой скилл, скилл очень важен, опять же, если завернуться к актёру и к оператору, то скилл очень важен и для оператора подводного, и для актёра, потому как там куча-куча нюансов, это прям такая вот библия. Блин, ещё продвижение камерой, ладно, как ты двигаешься под водой, это работа больше руками, больше корпусом, ты можешь круги нарезать. И корпусом, и руками. Надо понимать, что вода – это уже некий стабилизатор, но гимбл я с собой взять не могу, если мне хочется круто завалиться. А матричную ты отключаешь? Я пользуюсь только матричной, как раз наоборот, а электронную не включаю, потому что с ней есть нюансы, насколько тебе известно, что там при панорамировании, при быстром движении могут быть даже эти рывки. Вот с чём дело, с ним столкнулся как раз на семёрке четвёртый не я, а другие операторы с Ютьюба. Стэнди Шот Стэндард, короче, да, да, вода – это крутой стабилизатор, она уже мне помогает, её сопротивление. Тут надо понимать, почему на суше, чем тяжелее твой сетап, тем лучше, что им легче управлять, более стабильная камера, то же самое под водой. Чем тяжелее у тебя сетап подводный, тем у тебя будет более стабильная картинка. То есть вода, её плотность не позволяет мне делать какие-то рывки, спасибо вода. Но и одновременно, если у меня какая-то съёмка хореографии, чего-то, где не просто статический кадр, а где я хочу красиво подвигаться рядом с актёром, условно, если, например, актёр в кадре заваливается там на кафель или на дно морское, я хочу завалиться с ними, чтобы был такой симбиоз и камеры, и актёра, то это не так просто делать, потому что сопротивление, это нужно заранее отрепетировать и на суше, как я буду падать, и потом в бассейне, потому что в бассейне у меня не будет возможности снять 20 дублей того, как я плавно заваливаюсь рядом с актёром, всё заранее должно быть продумано. Вот. То, что касается движения вокруг, здесь движение на ластах, и само собой придерживание аквабокса камеры, такая средняя хватка, при которой руки не должны быть слишком стальные, в то же время не слишком расхлябанные. То есть, у тебя, грубо говоря, руки, это как тот же гимбл. Ты прижимаешь локти? Локти чаще всего, да, потому что опять акватичность, мы должны быть акватичными, чтобы я шустро, удобно двигался рядом с актёром. Если я расставлю локти, что мы получаем? Сопротивление, как и с аквабоксом, мне будет тяжелее, я быстро потеряю, сожгу кислород, поэтому здесь нюансы, 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 нюансы. На суше я могу там ниндзя-походкой с стабилизатором бегать вокруг актёра, супер. Под водой, вот нюансы, 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 нюансы. У меня чаще всего может не быть крутого света, у меня сопротивление воды, потеря детализации и цветов. Ого-го. Это круто, мне очень нравится. Так, ну аквабокс мы видим, там внутри пока я не понимаю, что... Это ещё Sony Alpha 6500, там Sigma 16 мм, у нас получается 24 пересчёти. А фильтрация никакая не используется? Полярики какие-нибудь там вдруг? Да, смотри, значит, под водой в Индии и прочее не используется. Почему? Потому что свет чаще всего, он внешний, снаружи. Почему? Если мы внутренний декоратив подсветим внизу ещё, и будет видно, что это декоратив. Там цель застелить бассейн, поставить сверху прожектора, если нужны диффузеры, если нужно сделать чуть-чуть распылёнку, диффьюз, и одновременно там второй прожектор уходит без диффузера для играющих лучиков, про проникновение в воду. Поэтому никакие ВИНДи не нужны. У меня там, как правило... А полярик, например? Ну там типа отражения какие-то. Я просто не знаю, как это работает. Я понял, не использую. Просто объектив как есть, более чем достаточно. Если я понимаю, что там цель снять какой-то подводный рай, там будет какой-то мощнецкий свет без диффузера стоять наружу, какой-нибудь АРИ-прожектор, или под водой, у продакшена есть возможность поставить что-то мощное в тот самый непромокаемый пластиковый бокс с тонкой прослойкой, чтобы дать много света, то вот здесь придётся либо использовать ВИНДи, но это нужно заранее замерять экспозицию, либо прикрывать дырку. То есть тут как-то придётся что-то делать. Так, интересно. Так, окей, здесь по боксу тогда у меня вопросиков нет больше. Давай следующую фотку посмотрим, что у нас тут. Вот, это ещё интереснее. Да, это ещё интереснее. Это продакшн был несколько лет назад. Опять же, с великой, прекрасной Мариночкой. Ты его! Да, я в синем гидрокостюме на Скубе. В данном случае была съёмка. Я один день помогал старшему оператору, он впереди, вот выше в чёрном гидрокостюме. Вот это. Фабио, да, из Италии. Вот, значит, первый день я снимал на фридайминге, второй день я снимал на Скубе, потому что я просто устал, упоролся. Значит, рабочая смена... Давай, рассказывай. Рабочая смена в продакшн в 8 часов была. То есть я приезжал утром, мы приезжали с Мариной утром на съёмки, все собирались. Я помню, что вот в воду я в гидроки залез, там в районе 9-10, и вылез только там в 6-7 вечера кофе мне носили прямо в бассейн, я выныривал. А в туалет? А? Ну, надо утром просто... Надо утром все дела делать, чтобы уже днём сытно, хорошо покушать, в обед, в обед, на обед я уходил в комнату рядом с бассейном, тоже в гидрокостюме. Ну, нет смысла его снимать, потому что мне сейчас нужно поесть и вернуться обратно. Так, можно я тебе буду закидывать вопрос? Да, давай, конечно. Мне жутко интересно. Так, во-первых, у него что, накамерный монитор? У него, да, у него более клёвый аквабокс, чем у меня, более дорогой, у него возможность не только подключения накамерного монитора, что в идеале, конечно, мечта каждого подводного оператора иметь накамерный монитор, а не снимать по экрану. На 6500, как ты помнишь, экран ещё очень тусклый, это под водой, это опа. Вот, у него накамерный монитор, и более того, у него ещё кабло, его там плохо видно, у него кабель вывода на режиссёрский монитор. То есть, это вообще, ну, это идеально, потому что, представляешь, невозможно снять, режиссёр с командой ничего не видит, поэтому... То есть, они ещё видеосендер куда-то приводили? Да. О, ничто. Да, кабель, он где-то шёл там, здесь его не видно, здесь не увидим. Вот, значит, у него кабло, накамерный монитор, у меня нет кабла, нет накамерного монитора. А ты, по-моему, вообще как будто видоискатель смотришь. В данном случае, я смотрю видоискатель, потому что у меня камера находится перед лицом, я нахожусь ниже, и мне снимать от живота, как я обычно, в принципе, снимаю перед собой, не от живота, а от груди, вернее, я был бы слишком низко, поэтому я снимал. Тебе через маску и через аквабокс видно видоискатель? Да. Теперь понятно, почему ты не взял FX3. Логично же, да, что у тебя четвёрка? Не взял, но не взял, я повторюсь, крутейшая камера, и FX30 тоже, но у меня гибридные съёмки. Очень круто. Вот это, я не ожидал, что можно видоискатель смотреть под водой через маску, это вообще шикарно. Так, вот это интересная конструкция, то есть, ему специально построили... Да, смотри, бассейн, 6 метров, заслан чёрной тканью для того, чтобы создать иллюзию подземелья подводного. Есть отдельная техническая команда, которая занимается, её заказывают продакшены, она занимается подготовкой бассейна к тому виду... Застилка. застил, плюс плавучие платформы, потому что съёмка на 6 метров глубине происходит сейчас где-то на 3, по этому кадру. Для того, чтобы было комфортно, удобно актёрам, операторам, всем остальным, нам не нужны 6 метров для актёров, для них это тяжеловато будет. Сделан специальный пандус с поплавками по 4 уголкам, есть сейфти-дайвер, который прячется сзади, он страхует актёра, смотрит, чтобы не завалился, не упал. Он его придерживает за ноги, впереди Фабио, рядом я, рядом как раз Мариночка со светом, потому что в какой-то момент сухопутный старший оператор, самый старший, говорит, мне нужно, чтобы всё-таки лицо подсветили. Достали где-то подводный фонарик, запихнули под воду, нужно подсветить лицо. Это непрофессиональный видеосвет даже? Это непрофессиональный видеосвет. Надо забыть под водой про высокий серай, про крутой свет, про идеальный скинтон, там всё-таки цель немножко другая, она более художественная. Согласен. Поэтому есть, кстати, сейчас маленькая ремарка, есть осветители подводные, которые производятся и китайцами, и швейцарцами, тоже, скорее всего, есть китайские компоненты. Там один осветитель стоит от 1000 до 2000 евро, один небольшой. Да, он там дает клёвую подсветку человека, или кораллы, кто что снимает, но есть нюанс, как бы художественный киношный свет, который мы проставляем под 45 лет со стороны Рембрандт Лайт, нам нужно, чтобы лицо было частично в тени, мы хотим создать какой-то художественный рисунок. Когда у тебя на маунте аквабокса стоит вот этот самый осветитель за 1000 или за 2, он дает лобовую картинку, лобовой засвет, это, да, мы будем иметь более-менее нормальный скинтон, более нормальное световое заполнение, но в этом не будет художественность, это приходится чем-то жертвовать. Ну, понятно, то есть, репортажка светим в лоб, именно, репортажка светим в лоб, а поэтому, например, здесь света 2, один ари-прожектор с диффузером на крыше бассейна. Общее заполнение, да? Общее заполнение, и отдельно, вот мы лучики видим, это отдельно стоит второй осветитель, уже с более слабым диффузером, прямо рядом с водой на триноге, на штативе, чтобы дать те самые вот эти сказочные лучики. Вот там даже был какой-то рассеиватель, я думал, там фринель, прям, чтобы максимально жёстким было. Если не ошибаюсь, если посмотреть там в видеокадре, я ещё пытаюсь вспомнить, там было даже 2-3 филлайта таких, скажем так, с этим, с диффузером, и, если не ошибаюсь, его просто не видно, он выше стоит на трамплине, там был один прожектор, по-моему, без диффузера вообще, потому что, опять же, вспоминаем, вода мега плотный абсорбент, он быстро поглощает свет и цвет, и прожектор, надо понимать, ария, это мега мощность, то есть, где надо, мы, наоборот, диффузим, делаем мягче, а где надо, мы вот задаём лучики, иначе лучиков может и не быть, если мы какой-нибудь крутой диффузер натянем. Круто. Давай ещё что-нибудь посмотрим. Так, ну давай посмотрим тогда кусочки из шоу-рила, которые есть в этом фрагменте. Это был первый кусочек. Это она тут же была? это с территории как раз, с сериалом. Сейчас тогда стопорнёмся. Это второй кусочек, как раз видно, как рука сейфти-дайвера придерживает актёра за ногу, снизу, то есть, это должно было быть подрезано либо замазано кулёвки VFX, потом маленький. Тебе было неохота, да? Ну, это как бы уже не моя часть вообще. А вот это что такое? Значит, здесь, насколько я помню, рядом с бассейном была трубка с подачей тёплой воды. Она не для подогрева бассейна, нет, бассейн более-менее тёплый. Актёры, которые снимаются на задержке дыхания, мы приостанавливаем наш сердечный ритм, хотя как бы в динамике это сделало тяжелее, мы подуспокаиваемся для того, чтобы с экономией кислорода отыграть роль. Я говорю сейчас про актёров. И когда человек снимает в течение всей смены 8-10 часов, он начинает постепенно замерзать, потому что одежда мокрая. А он в гидрике? Он в гидрике, не все в гидрике, кто-то в гидрике, потому что есть нюансы про плавучесть. Гидрик очень плавучий. Для того, чтобы человека, если мы надеваем его в гидрик, чтобы ему было тепло, нам нужно ещё повесить на него кучу грузов и сверху надеть одежду. И получается всего дофига. То есть, у кого-то очень тонкие гидрики, и всё равно человек мёрзнет. Потому что это не супер плавучий гидрик. Для того, чтобы человека обогреть, вот он вылез на бортик, рядом шланг с тёплой водой. А, его тупо поливают. И вот его запихивают просто в этот тонкий гидрик и прогреваются. А, даже внутрь? Понятно. Так, ладно. А вот здесь он очень много кислорода теряет. Здесь очень много теряет. Да, это тот момент для актёра очень непростой, потому что их готовили с Мариной в бассейне два-три дня. Глеба и Андрея Мерзликина, актёров. Это Глеб Калюжный? Это Глеб Калюжный. А, я его не узнал. С короткой встречи. Под водой ещё тяжело узнать, там всё меняется. Лица видоизменяются. Вот. И да, если брать сам кадр, то это непростой кадр для актёра, который не фридайвер. То есть, несмотря на то, что его подготовили, он не просто там держит в себе кислород, играет какую-то роль, сейфти его поднял. Да, его поднимут, но он выдыхает кислород, потому что так нужно для роли. Там был такой момент, эпизод, где он там пугается, чего уже не помню, пугается, что-то под водой. И вот он должен отобразить испуг, страх, панику, панику, и он очень много выдохнул. Это буквально там 20 секунд, может быть, или сколько-то, и потом его поднимают снова дышать. Евро больше сотки! Так, хорошо. Это мы не можем показывать. Да, это пока не вышло, это пока не можем. Так, вот ещё один кадр. Здесь уже, возможно, вынимали какие-то груза из карманов. Я буду душнить. Это что такое? Это, сейчас давай подушни. Значит, это какой-то кусочек поролона, трубка поролоновая, которая используется и сейфти-дайверами, и актёрами, чтобы можно было на поверхности на ней лежать. Это, в принципе, несложно замазывается, но есть один нюанс. Если мы что-то замазываем в FX, там, не важно, Premiere, Da Vinci, и у нас нет динамического света этих лучиков, это замазать легче. При динамическом освещении нужно замазать так, чтобы у тебя замазанный участок тоже динамически видоизменялся. И для подводной съёмки VFX, это для работы, для VFX-ера... Тогда я можно ещё подушлю? А что ты не кропнул? Ну, то есть, просто тупо приблизил кадр на 10%, сдвинул его чуть вниз, чтобы... Я тебе более того скажу, что вот этот кадр, учитывая мою дистанцию рядом со старшим оператором, это уже кадр хорошо кропнутый. Всё, ладно, вопросов нет больше. Ну, Глеб красиво плавает, однако. Это с другой съёмки, я так понимаю. Да, с другой съёмки это можно. Это тоже с территории. Камера, да? Да, здесь камера... Таков был ракурс, тут как бы он старший оператор, его главный кадр... Когда я смотрю третий, четвёртый раз, я это подмечаю, если я смотрел первый раз, я бы вообще даже не... А это тоже Глеб. Это не Глеб, это в данном случае, в данном кадре дублёр, тоже одна девочка-фридайверша. Девочка? Да, это девочка-фридайверша, которую позвали дублёром на дубляж Глеба, потому что в какие-то моменты, ну, это уже было долго по времени, он устал, и нужно было его заменить. Дедушка чудеснейший, прекрасный, просто он по общению, по харизме, ну, как мы с тобой, при этом ему там за 70, по-моему, он из одного известного агентства, где как раз вот такие вот дедушки и бабушки оттуда берутся под рекламу, кино, неважно, вот он оттуда. Он хорош. Он хорош, и он очень быстро вот тоже был подготовлен и очень хорошо справился там за 70 или под 70 лет, и вот он просто огурчик. А сколько дублей он сделал? Сколько он в воде пробыл? Мне кажется, что где-то около 10 кадров было точно отснято там. Ну, типа 20-30 минут? Суммарно, да. Он грелся, потом снова его туда отправляли на... Ну, это сильно. Он самый лучший, самый сильный. Ну, этот кадр мы не можем не разобрать. Этот кадр мы не можем не разобрать, он снимался в одной из аква-студий в Москве, как раз где была возможность застелить дно, проставить освещение сбоку через окошко, то есть это не подводный свет, это весь надводный свет сверху и сбоку, за счёт чего удалось создать такой более-менее рисуночек. Там кое-где видно, на самом деле, было бы лестницу и какие-то артефакты, предметы самого бассейна, но это при помощи Power Windows подубрано. Здесь просто в чёрное полностью проваленное. Да, 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 да. Здесь бы цель была зафиксироваться на центре, и это один из кадров, по-моему, если не ошибаюсь, Антона Соколова, режиссёра, снимали для него подводные кадры с Мариной, там есть те кадры, которые пока показывать нельзя, потому что фильм ещё не вышел, этот кадр можно. Хорошо, так. А тут какие-то вот такие поблёскивающие... Это, в общем-то, скажем так, подводная пыль, которая преломляет свет. Специальная? Нет, просто вот в бассейне, потому что... Я думал, это специальный какой-то состав. Нет, можно было бы, конечно, блёсток накидать. Но очень классно смотрятся именно любые какие-то мелкие предметы, даже вот кислород, ещё что-то, преломляя освещение. В этом плане уникальная подводная съёмка. Вот, кстати, здесь можно пронаблюдать как минимум два рабочих осветительных прибора. Там, по-моему, кстати, у нас стоит прожектор Ария, чтобы ты понимал, не маленький какой-то свет, да, по центру. Прожектор Ария с диффузером. Справа я не помню, что за осветитель. Наверху находится ещё один прожектор Ария и гигантский диффузер в виде паруса. Вот. Тут очень много фрострамы везде. Да, но это на всякий случай, что-то было дополнительно, само собой. Лучше, что было, чем когда его нет. Слушай, вот здесь вот интересно. Блин, не могу приблизить, да, здесь вот так вот. Нет, я так не могу. Короче, вот эта часть меня интересует. Это как раз вот... На камерный монитор. У нас там произошла маленькая, тоже произошла накладка. Полетел кабель у Фабио подвода камеры к режиссёрскому монитору. И вот сейчас это, по-моему, Игорь Твердоклебов в кадре, в маске впереди, сам режиссёр. И он сам надел маску, полез в бассейн для того, чтобы не тратить время, потому что рабочее время ограничено. Подожди, ты говоришь, кабель у него, он по проводу? По проводу. А, я думал, по воздуху. По проводу. А видеосендеры? Можно, но есть один нюанс. Видеосендер нужно запихнуть во что-то водонепроницаемое. У этого оператора, у Фабио, вот что у него есть, то есть. Потому что каждая подводная комплектация, чтобы ты понимал, это деньги, 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 это опции, опции, опции. И, само собой, там в Аквабокс гигантский для Рэда, например, можно запихнуть всё, что угодно. То есть, это тупо SDI или HDMI кабель длиной 15-20 метров. Да. Не ожидал. Классика, классика. Я-то думал, что это как у меня, видишь, монитор, там шимбол, у него сверху такая есть трапеция, и там строится сендер. Да, это олдскульная тема, в идеале, конечно. Я-то думал, что это такое. Хорошо, когда есть сендер, но не наш случай, вот конкретно в этой съёмке. Ну, это интересно. Так, а у нас дальше там что-то есть ещё? Есть. Да, это тот же кадрик из ещё не вышедшего фильма, и это снималось в Монако ещё кусочек. Ага. Ну, то есть, это поди ещё на 6500 снято, да? Это ещё снято на 6500. А, я увидел. А ты увидел, да? Вот увидел Шамадапа, который использовал. Ну, нет, в целом нормально. Там Ютуб всё пережмёт, поэтому, по сути, ей наплевать. Слушай, ну, интересно было так тоже в бэкстейже заглянуть. Так, ну, давай ещё какой-нибудь тогда посмотрим. Так, ну, вот сейчас я просто думаю, что сейчас... Вот можно посмотреть Churchill Sendence. Да-да, да? Да, он вообще снят на GoPro, но тоже как бы прошёл у нас достаточно разных показов. Мы снимали его в Open Water, только я с камерой, Марина... Так, GoPro какая вообще была? Это семёрка. Семёрка? Да. Давай посмотрим. Так. Это про... Сейчас немножко, наверное, про актёрский скилл. Насколько можно грациозно, долго, визуально, изящно пребывать под водой и двигаться. Это про то, что я говорил, что не все актёры это могут. Это one shot? Это сейчас вы видишь по секундам, да, есть несколько... Это склейка из нескольких шанов. Слушай, ну, местами вообще очень круто. Именно вот когда она немножко к свету разворачивается, объёма больше установится. Да, я понимаю, здесь я тоже двигался по спирали, поэтому у меня то контровая, то заполняющий. Сколько он идёт? Минута 27. И всё это время будет... Дело в том, что это же slow-mo в два раза. То есть, на самом деле, кадр снимается долго. Он отрезанная техническая часть. Когда мы занырируем? Мне так больно смотреть на её открытые глаза. Ей нормально. Она от своих ролей тащится, получает удовольствие. Слушай, ну для GoPro-шки отлично, мне кажется. Да, здесь есть такой нюанс. Это моё наблюдение техническое. Думал с каждым годом, само собой, обновляться. Но могу тебе рассказать про своё замечание касаемо GoPro. Они очень круто двинулись софтверно и по балансу белого. А в связи с тем, что семёрка, она 12-мегапиксельная, а все последующие камеры крайне 20, 20, 24. Там много шума, нереальнейшее синтетическое шумоподавление. Понятно. И от этого структура очень порушена. То есть, я на семёрке получаю местами изображение чуть резче и чётче, чем на крайних камерах, у которых баланс белого. Шикарный. Особенно на низких или даже на высоких, скорее, значениях. Да, да. Именно семёрка справляется до сих пор для подводных съёмок очень супер. Так, Греция. Можно Грецию Gentle Red посмотреть. Давай посмотрим Грецию. Это ещё опять возвращаясь про скиллы топовых подводных актёров. Как мы смотрели, вот там Глеба придерживали, там нет в кадре Андрея Мерзликина. Это актёры, которые с водой скорее на вы, их подготовили, они круто справились, отыграли. И то, как можно человеку своим скиллом, то есть, это много тренировок по жизни, увлечений и так далее, как у Марины, взять и отыграть так долго, опять изящно, красивую роль с открытыми глазами в морской воде, в бассейне. А это где снималось? В Греции? Снималось в Греции на выезде, это был катамаран на фридайверский выезд, семинар. У нас там были съёмки, были студенты, и мы как раз там отсняли немножечко такого арта. 6500. Слезано, что? GoPro. GoPro тоже? Ну, это опять возвращаясь к тому, что не важно, на что мы снимаем, важно, что мы снимаем и при каком свете. И на большом экране, могу сказать, на большом экране это смотрится очень-очень весьма себе приятно, несмотря на то, что это семёрка пятилетнего поколения. Да, я так вижу отсюда, что очень хорошо смотрят. Как важно контрастные цвета? То есть, синий с оранжевым или красным здесь так круто взаимодействовать. То есть, само собой, да, под воду, на небольшую глубину лучше брать какие-то яркие одеяния, предметы, которые бы… Ну, это же комплементарные цвета получаются, типа Ти Лоранж, по сути. Ну, почти да. Да, почти там. И ещё мне так нравится, когда летящая ткань, да, она в воде, вот эти вот струящиеся… Представляешь, нужно заранее протестировать эти платья, ткани, насколько они… Вот это очень огонь. Насколько они лёгкие под водой, потому что есть ткани, которые… На покрытие. Они тяжёлые, и актёру будет крайне тяжело. Это очень красиво. Само собой, мечта работать постоянно, ну, всё-таки не в бассейнах, а в Open Water, но продакшенам, конечно, легче работать в бассейне, потому что легче всё установить. Конечно. В моряке для актёров, для продакшена – это ещё то приключение. Это дорого, долго бывает. Это очень стильно. Вот это было очень стильно. Просто кайф. Так, ну, давай ещё что-нибудь Inspire from the Deep посмотрим. Можно посмотреть Inspire from the Deep. Клип – это минутное короткое видео, которое снимали в Монако, и оно стало победителем на двух фестивалях, в первую очередь, на американском кинофестивале в категории арт-видео. Арт-видео. Вот, я как раз хотел спросить. О, хорошо. Здесь контровуха очень клёво сработала, такая полуконтровуха. Угу. Она как будто в бездну куда-то падает. Тут так ещё вниз летят. Да, заприкол, потому что мы всплываем, потому что света прибавляется. А-а-а. А просто вниз летят частички? Да, да. И в этом плане море очень богато вот на эти дополнительные декоративные артефакты. Это что снято? Это… GoPro. GoPro. Сейчас все подумают, что это чисто на GoPro снимаешь. У меня много работ сняты на GoPro, половина, скажем так, потому что… А в семёрке экранчик же есть? Да. Да, есть просто неоспоримый плюс у экшн-камеры, конечно, это стабилизация. Маленькая матрица, возможность стабилизировать картинку. И какая бы крутая камера, там 10-битный цвет, высокий битрейт, светлая матрица не была, это всё неоспоримые плюсы. Но под водой, во вращениях, при динамике и оператора тоже стабилизация играет очень важную роль. Знаешь, я тебе что могу сказать? Я много роликов монтировал с путешествий, мне друзья скидывали просто материал, в том числе с GoPro. И когда они мне скидывали материал с GoPro с подводных съёмок, там обычно такая лютая болтанка. То есть, они, видимо, вот так же, как на телефон люди снимают, вот так вот, типа, что вижу, то пою, вот это вот. А вот несмотря на крутую стабилизацию, она не справится, если ты будешь всё время махать на камеру. Да, да, то есть, они не корпусом двигались, они вот так вот просто всё снимали. Нельзя. Я просто видел такое количество брака из подводных съёмок, там берёшь полсекунды от силы, и благо, если оно там в 60 кадров или в 50 кадров снято, и ты можешь хотя бы... Можно замедлить и тем самым спасти, спасти какие-то. А так вот вообще, а здесь надо очень строго держать себя, чтобы не хотеть вот этим заниматься, понимать вообще, где ты в пространстве находишься, визировать картинку. И ещё уметь, что потом захочется подышать. Точно, ты же ещё не дышишь в этот момент. Влажный момент. Это вообще влажный момент, я бы сказал. Влажный момент. Да всё очень... О, дубайчик, конечно. Дубайчик. Вот, вот это мне, наверное... Это тизер. Это самый бассейн, самый глубокий бассейн сейчас в мире. Многие туда стремятся, кто ещё не побывал, съездить, поплавать. За несколько дней до официального открытия мы побывали там для съёмки тизера. Вот, я тоже там был вторым оператором. Старший оператор был из Дубая. Вот, и сам бассейн из себя представляет такой подводный город, несколькоэтажный. Дерево с корнями уходит вниз, окна магазинов и домов, вывески. Ну, по декоративу просто топчут. Типа Атлантида, да? Ну, можно сказать, затонувший город. Давай разберём сначала покадрово вот здесь, что у нас происходит. Я вижу, что здесь явно какой-то мощный источник света сверху есть. Насколько я, если не ошибаюсь, как мощный. В корнях этого древа запихнули три лайтьюва. А, и всё? И всё. Метровые? Да, примерно так. То есть, вот раз, два, три. Так, ну, давай смотреть, будем комментировать. Это вот уходит дальше на 60 метров. Подожди, я хочу на эту, на стопку адресу. Да, здесь не так видно, потому что, конечно, очень шумно. Так, а вот это, там местный, я так понимаю. Это местный свет, но он уже ниже, где начинаются кольца и меньше декоратива. Декоратив идёт весь в такой городской. Он идёт где-то до 20-25 метров. А 60-это вот там уже? 60-это дно вот там вот плохо видно, потому что, ну, шум здесь, если гасить, то уже будет мыло. Сразу 6500? Да. Да, это 6500. И Sigma 16-ая, да? И Sigma 16-ая, да. Тут приходилось как раз дырочку приоткрывать, потому что нужно было спасаться. И, к сожалению, нужно было повышать ISO для того, чтобы опять же спасти. А общее заполнение света, ну, всё равно же здесь какой-то свет есть? Общее заполнение света благодаря тому, что стенки с окнами в пол самого бассейна, то есть это какой-то боковой отражённый свет, непрямой. Солнечный. Солнечный. Благо, что был солнечный свет, потому что иначе бы ничего не вышло. И второй момент. У Deep Dive Dubai там слегка раздвигается крыша. Если не ошибаюсь, тоже немножко спаслись тем, что не было солнца в зените так, чтобы лучи попадали, иначе это вообще было всё прекрасно и прелестно по свету. Слегка была приоткрыта крыша, и хоть какой-то боковой диагональный свет попадал, отражался от стен, и тоже попадал, и было какое-то общее наполнение светом, конечно, иначе. Так, ладно, дальше будем поузиться, наверное. Это Марина? Это Марина, да. О, как я угадал. Это великая, прекрасная, яркая Марина. Что за ней? За ней, если не ошибаюсь, опять вспоминаю, потому что разные съёмки, разные световые условия, это, по-моему, то ли все собранные лайт-юбы, либо какой-то был дополнительно единственный более мощный источник света, как я помню. Потому что, само собой, даже если туда проставить лайт-юбы, по-моему, только лайт-юбы. Но они не дадут таких. Дело в том, что при отсутствии света даже любой мелкий свет может казаться мощнее, на контрасте, скажем так. Это небольшая глубина, там какие-то витрины магазина, ванна, туалет, и такая дверка-арка. И то есть в каждом участке, доступном, басиком мы снимали несколько секунд какое-то видео для того, чтобы это потом собрать в тизер. Да. Ну вот лучи классные. Лучи шикарные. Но там какой-то явно точечный источник, их два. Скорее всего, это даже стационарный. А может быть. О, круто. А это что такое? Это второй оператор. Второй оператор плывет. Ага, понятно. Ну что делать? Ну здесь как бы что делать, да. Бывает и так. Вот сейчас будет шикарный момент, когда выдалась... С тачкой. Да, с тачкой, с фонарями шикарное падение снял. А она что сейчас сделает? Увидишь. Уа-а-а. Уа-а-а. Полёт в бездну. Ой, круто. Ну непродолжительный, потому что ей нужно какое-то время пропадать, и потом с этим дайверу её достать. И вот это вообще огонь. Это уже бэки получается, да? Это такой до полу-бэк, назовём так. А ничего, что он с одной руки снимает? Он вообще снимает в данном случае только фотографию. Всё, я понял. Он снимает фотографии, я снимаю видео, поэтому можно сказать, что... Он, наверное, тупо там вот так кнопку зажал и погнали. Да, да, сирийка и дубасит. Можно отсюда видеть. Ну фото, я так понимаю, подводное фото делается гораздо проще, чем подводное видео. Конечно, ты можешь дрыгаться, дёргаться, если ты настроил нормально камеру, то о-о-о. О-о-о, класс. Блин, вообще. Это, видимо, как раз открыли крышу. Я вижу, да. Да, да, уже распилились в самые лучики, которые... Вот это шикарно просто. Просто шикарно. А итоговый ролик, это же, ну как бы... Итоговый ролик нарезан из этого материала и из дополнительного материала, который также я публиковать не могу. А, всё понял. То есть есть то, что можно, есть то, что нельзя. Это уже очень впечатляет. Да, мерси. Я бы с большим удовольствием просто бы даже на поверхности этого бассейна с масочкой и так полежал и посмотрел. А там были зрители, работники Басика, которые за несколько недооткрытия стояли. Там дело в том, что несколько этажей, там большие окна. Я видел там на одном из кадров. Пол, и народ стоит, смотрит, любует, могут приезжать. Приезжать гости с тем, кто хочет понырять, и просто попялиться, посмотреть. Класс. Мне очень понравилось. Мы сейчас, друзья, маленьким где-нибудь квадратиком вам покажем, так пробежимся, что Женины видосы показывали на первом канале, видели видео передачи. Марину приглашали на первый канал. Это Марина. Это Марина, да. Ее приглашали на первый канал. Без крима-то не узнал. Ну, под водой как раз люди преображаются. И вот как раз те кадры, которые... И здесь те кадры из GoPro, по-моему, там Sony, если не ошибаюсь, не помню точно. Это не мой кадр, маленький кусочек. Остальные добыли мои все. Ну, в общем, тебя официально признали на первом канале. О, Карл! Карл, подержи мое пиво, Карл. Да. Ну, здорово. Мне очень-очень понравился ролик из Дубая. Спасибо. Расскажи мне еще в двух словах по поводу Италии. Я знаю, что ты много снимал в Италии, ты жил даже в Италии. Почему именно в Италии развита вот эта тема с подводными съемками? Там же она развита. Ну, скажем так, она развита всё-таки изначально более индивидуально, по нескольким причинам. Индивидуально объясню, почему. Первое, потому что я часто посещал Италию, я её люблю, я там жил. Второй момент, Италия вся омывается морями, и её возможности, скажем так, технические, природные, они очень богатые, как страны. Мы имеем очень много участков, где песочное дно, чистая вода. Подводному оператору грешно не снимать. Вот. И плюс на севере Италии, рядом с Падой, находится очень клёвый бассейн, 42 метра, Y-40. И, собственно говоря, в коллаборации с этим бассейном, с Мариной, мы там тоже снимали попытки и установленные попытки, которые потом были установлены, для книги рекордов Гиннеса. Дело в том, что Марина, она ещё рекордсменка книги рекордов Гиннеса, у неё там около 5-6 рекордов, а некоторые поставлены как раз в бассейне Y-40, и мы там когда-то снимали некоторые вот эти вот попытки рекордов как раз. Круто. Поэтому, скорее, то, что касается Италии, это вот вопрос индивидуальный, что мне там нравится, там удобно, там есть везде морько, там есть потрясающий бассейн, и всё это на одной, в одной стороне. А в России, чисто гипотетически, в реках, наверное, бесполезно, а вот условный Байкал. В реках Байкал холодно. Просто есть один важный нюанс. Дело в том, что когда мы снимаем актёра, оператору без разницы, я могу одеть гидрик 9 мм тёплый, загрузиться, и мне будет шикарно, мне будет комфортно. А, посмотришь, актёра, вот там та же Марина в красном платье в Байкале, как долго мы проснимаем. С качалом градусов летом прогревается. Я думаю, что там стабильно около 10 метр окажется. При 10-ти могу сказать, что это минута съёмки, и потом уже колотун. Я знаю, что Марина может, но лучше, но лучше нет. Почки у неё пока обе на месте. Да-да-да. И хотелось бы, чтобы осталось обе. Ну, слушай, кайф, мне кажется, мы очень продуктивно пообщались. Давай от тебя, зрителям, тем, кто бы хотел себя в этом попробовать, 2-3 совета, которые ты бы хотел дать. Первый момент, это если вы хотите налегке, это скуба-дайвинг, вы идёте на курсы, получаете самую простую лицензию Open Water, или не получаете, но научились дышать, работать с баллонами, покупаете, да можно купить на самом деле GoPro, как я говорил, то есть не обязательно покупать какую-то навороченную камеру, аквабоксы, это серьёзные деньги, ту же GoPro, YouTube, на YouTube полно роликов по настройкам GoPro и вообще камер под подводную съёмку, потому что есть нюансы, динамическое освещение и так далее, потеря цвета и всего, и посмотреть какие-то обучалки по подводной съёмке, как правильно ровно держать камеру, как правильно двигаться, потому что от того, как вы будете держать камеру и двигаться, будет зависеть, у вас будет картинка с возможностью всё это потом в посте подправить, даже если необходимо, или вы уже ничего не исправите, потому что от тряски рук будет шейки-шейки, мелки-шейки, вот, и ничего не получится. И второй момент, если вы хотите плавать с той же GoPro, и опять же вернусь к простому, что доступно всем, в любых морях, океанах, где бы вы ни отдыхали, взять на стике камеру, пойти с ластами без понырять, поснимать кораллы рыбок и любимых людей, это всё-таки пройти базовый курс по фридайвингу, потому что фридайвинг, тема очень связанная с физикой, с торможением своих георитмов, это тонкий момент, и просто пойти в захлёб, вот я сейчас сниму кадр, занырнуть поглубже, снять кораллы или любимую, а потом всплыть ногами, я не знаю, пузом кверху, не надо. То есть, прежде чем снимать на фридайвинге, пройдите несколько уроков по фридайвингу для того, чтобы понять, что это такое, как себя чувствовать, как себя вести, и потом GoPro, рукоятка и после съёмки под водой. От себя ещё раз большое спасибо, что позвал, я люблю такие общения, коллаборации, мне нравятся такие маленькие шоу в домашних студиях, вот, услышимся, увидимся в Ютьюбе и вообще. У тебя есть канал? Да, у меня есть канал, welcome, подписывайтесь. Подписывайтесь. Вот, сразу скажу, что видео выходит крайне редко, потому как я большинство проектов задаю, и они не выходят на Ютьюбе, но для зрителя ничего сложного, подписался, вышел и увидел, полюбовался, задавал вопросы, коммуникация. Главное колокольчик поставить, а то это любит подписывать куда-нибудь там вниз. Возможно, но мне, все избранные мной авторы, ораторы на Ютьюбе, я всё вижу, в любом случае проверяю периодически, на кого я там подписан смотрю, ну и конечно на тебя тоже, вот, как-то так. Кайф. Ну что, ребят, ставим лайк, подписку, колокольчик, если ещё этого не сделали, на Женю все также, ссылочки мы оставляем в описании, надеюсь, вам такой формат был интересен, полезен, уж по крайней мере не скучен, это точно, потому что я для себя много нового узнал. Очень рад. Кайфанул. Вот, может быть, когда-нибудь что-нибудь совместно ещё сделаем. Надеюсь. Может быть, какой-нибудь проект даже крупный и позовём тебя поснимать там, в глубинах. Всё, спасибо, ребят, за просмотр, увидимся, пока. Берегите себя. Кайф? Кайф. Берегите себя. Кайф. 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 Продолжение следует...